После долгой работы и полугодового простоя в холодном неотапливаемом гараже ферма представляла из себя достаточно грустное зрелище. Точнее даже не грустное, а грязное. Все было покрыто пылью, кое-где потекла термопаста. В общем было принято решение разобрать ее и проводить полную профилактику с разборкой всего что можно. Аккуратно ряд за рядом были сняты все видеокарты. Каждый пучок проводов соответствующей определенной видеокарты был связан и закреплен к раме, чтобы потом не путаться. Также была демонтирована материнская плата и ее блок питания. С материнкой и блоком питания я закончил, теперь перехожу к видеокартам. Начну с самых проблематичных по внешнему виду видеокарт. Итак, друзья, начнем. Что нам необходимо для того чтобы разобрать и почистить и провести профилактику видеокарте. Это, во-первых, сама видеокарта, отверточки, пинцетик, кисточка с длинным ворсом мягким, разные смазки жидкие и твердые и ВД-40. Многие предпочитают чистить ластиком, но ластиком не советую. Если нет ВД-40, то лучше чистить контакты просто вот обычной бумагой для печати. Обычная, самая стандартная бумага. Она обладает самой небольшой абразивностью и очень хорошо чистит покрытые любым покрытием контакты. Ну и самое необходимое, это спирт. Спирт и тряпочку приготовьте заранее. Итак, из всего комплекта фермы начну вот с такого GeForce RTX 3070, карта 8 гигов памяти. Начну вот из-за чего. Сразу крупным планом показываю. Видите, отвалилась какая-то эмблема и намертво заклинило вентилятор. Вот видите, не провернуть ничего. Очень похоже, что вентилятор просто сгорел. Видите, он вообще, если эти вот свободно вращаются, то этот намертво заклинил эту штуку не вытянуть отсюда. Вот сейчас будем разбирать и смотреть, что случилось с этой видеокартой. Скорее всего, с видеокартой ничего не случилось. Просто вентилятор вышел из строя. Итак, приступим. Первым делом снимаем Razer. Видите, в каком он состоянии. Достаточно грязноватый. С помощью кисточки хорошо чистится. Ну а контактики ВДшкой. Откладываем его пока в сторону и начинаем разбирать саму видеокарту. Но самая большая засада ждет нас не с этими тремя винтиками. Их выключить легко. По краям закручены вот такие вот винтики. Вот такие вот винтики. Вот они мелкие. Видите, вот. Вот сколько их. И все их надо выкрутить. Так, вот. С задней части платы крышку открутили. Прежде чем убрать ее в сторону, я оглашу вам количество винтов. Значит, с задней части платы надо выкрутить там 4 хромированных винта и 12 штук тоненьких черных винтиков. Снимаем заднюю защитную крышку. Снимаем металлическую пружинистую пластину. Мы можем открутить только два задних винта. Вот они в углублениях. Вот мы открутили два задних винта. Чтобы отвинтить последние два винта, крепящих раму, вот они видите, вот в этих стоечках, надо убрать плату. Плата убирается легко. Вот. По качиваниям плата снимается. Единственное, здесь держат у нас разъемы подключения вентиляторов. Их надо очень аккуратно отстегнуть. Аккуратно вытягиваем. Помечать их никак не надо, потому что они все разного цвета, а которые одинакового цвета, они разные по размеру. Снимаем эти разъемчики. Вот. Плата снята. Смотрим и оцениваем, нужна ли была профилактика. Так. Паста. Смотрите. Вообще сухая. То есть высохшая совсем. Вот. Трогаю ее. Пыль есть, конечно. Вот. Сейчас. Вот. Видите. Клочки пыли вот здесь вот есть. Но это все убирается легко. А блок радиаторов продолжаем разбирать. Вот. Видите? Контактовая площадка самого радиатора. Видите? Вот. Все сухое. Откручиваем два оставшихся винта. И получаем доступ к нашему радиатору. И получаем доступ к нашему радиатору. А сейчас покажу вам, что творится с радиаторами. Вот. Видите? Вот. Видите, сколько грязи. Вот. То есть все волосы, вся шерсть, вся пыль засасывается в радиатор. То есть получается, что у нас вентиляторы дуют не на радиатор, а вот в эту вот подушку из пыли. Радиатор промывать будем водой потом. Так. Вот заклинивший радиатор. О! Вот что отвалилось. Вот такая декоративная. Вот. Декоративная штучка отвалилась. И застряла в лопастях. Но. Лопасти заклиненные. То есть видно, там все внутри поплавилось. Даже вынул я эту штуку. Вот. Сейчас покажу. Эти крутятся без проблем. А эта. Вот. О! Она заклиненная совсем. Но этому вентилятору, похоже, пришел конец. Так. Пока не будем трогать рабочие. Потому что можно и почистить, и смазать все с этой стороны. А вот этот все равно нам придется снимать и решать, что с ним делать. Откручиваем три винта открепления. Вот эти винтики не теряйте. Потому что они очень короткие и специфической формы. Длинные сюда не вкрутишь. Будут по лопастям задевать. Вот. И винтика отдельно подел. Так. Вот наш вентилятор, который заклинил. Сейчас будем с ним разбираться. Итак, друзья мои. Думал, что обойдусь. Почищу вентиляторы прямо в раме. Нет. Их надо обязательно снимать. Раму чистить отдельно. Вентиляторы обслуживать отдельно. Это ничего страшного. Сейчас мы разберем с вами до конца. Девять винтов вентиляторов. Снимаем. Аккуратно снимаем. Откладываем в сторону на чистку. И здесь у нас остались светодиоды подсветки. Давайте попробуем их снять. Тогда решим. Тогда можно раму просто-напросто промыть водой. С моющим средством. Смотрим, что это у нас. Сейчас. Подтолкнув с той стороны, вынимаем. Снимаем. Это отдельный блочок. Очень хорошо даже. Грязь. И вторую снимаем. Это вот так называемые светящиеся крылышки. Вот. Нажав с той стороны чем-нибудь остреньким отверточкой. Снимаем. Снимаем их. Подписаны как земля. Так. Их можно было бы и не снимать. Эту рамку. Здесь вот есть вот такой разъем. Сейчас я вам покажу. Вот. Видите? Вот он разъемчик. Сейчас я наведу резкость. Вот. Вот он разъем. Его просто рассоединить. Вот смотрите. Вот смотрите. Я сейчас рассоединю его. Вот он легко отсоединяется. Вот это вот крылышки наши. Кладем в сторону. И получаем отдельно рамку. Вот сейчас я вам покажу надпись земля. Сейчас если мы увидим. Сейчас. Вот здесь смотрите на основание. Вот. Куда я показываю. Вот. Земля подписана. ГНД. Граунд. Все. Идем мыть дальше. Итак, друзья. Корпусные детали мы помыли. Осталась плата. И вот эта мелочевка. Вентиляторы и подсветка. Для чистки этих элементов. Берем во временное пользование у жены. Вот эти тампоны. не жалея смачиваем их спиртом. И тщательно каждую лопасть протираем. Долго. Нудно. Но зато полгода можете сюда больше не лазить. Все. Все три вентилятора я протер. Они чистенькие. Теперь можно приступать к чистке платы. Плату сначала чистим кисточкой. Потом снимаем засохшую пасту. Спиртом. Плату надо чистить. Тщательно. Обязательно почистить поверхность память. Потому что к ней тоже прилегает радиатор. Дроссели. Все силовые элементы, которые греются. Все это протираем спиртом. А теперь, друзья, вспоминаем о проблеме, о которой говорили мы в самом начале. Необходимо проверить вот эти два вентилятора. Работают ли они. Потому что один был заклеен. Берем тестер. Ставим его на прозвон. Находим на плате землю. Обычно земля это, вот видите, металлизация вокруг отверстий. Экранчики, контактные площадки около кондёров. Вот смотрите. Для проверки берем, например, металлизацию отверстия. И вот около кондёра со стороны минуса. Вот она. Вот она земля. Всё, землю нашли. Здесь можно землю, но это вот. Вот она земля. И ищем землю в разъёме, в чёрном разъёме, куда подключен вентилятор. Вот, если смотреть, то самая правая ножка это земля. Всё. Всё. Теперь. Включаем блок питания. Вот он минус. И кратковременно плюсик подаём. Вот. Вот. Ну-ка. Всё. Оба вентилятора рабочие. Вам видно? Да. Вот они крутятся. всё. Всё. И крутится достаточно тихо и ровно. Сборку осуществляем в обратной последовательности. Вот. Всё. Карта перебрана. Готова к использованию. Вентиляторы. Сами смотрите. Крутятся. Отлично. Вот. Ого. Один всё-таки задевает. Как вы помните, когда я включал два вот этих вот пропеллера, они отлично крутились. Не установленные в корпус. Но вот от этого отскочила вот эта декоративная пластина. Как вы помните, застряла вот здесь вот. И видно, перекосило посадочное место под вентилятор. Потому что, смотрите. Вот сюда вот, на этот вот. На этот уголок. Видите, он проходит. Вот. Цепляет. За железку. И дальше идёт. И цепляет вот за эту стенку. И так, друзья, снова возвращаемся к GeForce TX 3070. Производство Gaming Pro. Как я говорил уже, заклинил вот этот вот вентилятор. Наклейка декоративная отвалилась и застряла между лопастей. В результате перегрева видеокарты расплавилось с основания. И его очень сильно повело. В результате всего вентилятор задевает за корпусные детали. И использовать его так невозможно. Попытка нагреть и выпрямить, ну так скажем, стало легче. Но всё равно чиркает вентилятор. Если обрезать лопасти, то пойдёт вибрация. Это не выход. Значит, вот что я сделал. Во-первых, все кабели до разъёмов проложены в натяг. Но вот эти крайние вентиляторы, они подключаются в один чёрный разъём. И идут вот с этого места в одной термоусадочной трубке. Или термозащитной, я не знаю. Скорее всего, это термоусадка какая-то. Вот что делаем. Бьём трубочку. Разрезаем её. Освобождаем часть кабеля. Вот для чего. Вот достаточно освободить два сантиметра. Вот я показываю. Вот эти два сантиметра. Вот, всего. Для того, чтобы этот вентилятор просунуть сквозь рамку. И вытащить вот на эту сторону. Далее, откручиваем маленький винтик. Вот этой декоративной накладки. И под неё заправляем вот эту опору вентилятора. От которой идёт кабель. Фиксируем вот таким вот саморезом. Вот саморез легко вкручивается в элемент рамки. Вот. Даже без всякой нагрузки. Вкручивается. Далее, саморез. Прошу прощения, одной рукой неудобно. Сейчас прервусь. Саморез пропускаем через отверстие опоры вентилятора. И закручиваем в штатное отверстие. Куда крепилась вот эта часть конструкции декоративной рамки. Далее. Бьём две жестяные полосочки. И штатными винтами крепим их. Так, сейчас я этот винт надо будет вынуть. И штатными винтами крепим их как удлинители двух остальных опор. В жестяных полосочках резьба нарезается прям вот этим винтиком. И затянув туго штатные винты, саморезами крепим к корпусу. Вот в двух местах. И всё. Вентилятор отлично работает. В результате получилась вот такая конструкция. То есть, третий вентилятор вынесен наружу. Вот одно крепление. И вот два дополнительных крепления, которых мы удлинили просто оси. Вот. Всё крутится отлично. Тихо, ни на что не задевает. Не забудьте подписаться. Иногда выкладывают что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok